«Председатель. Не написать о ней было бы преступлением с моей стороны. Один достойный земляк написал про наш колхоз книжечку, интересную, правдивую, историческую. А про мою сестру всего два слова. Мне обидно стало. Мы никогда не были близки, скорее наоборот. Мы разделены расстоянием, образом жизни, но особенно разделены недоброжелательной, мягко говоря, молвой. И все-таки я должна написать, для меня это важно. На таких людях, как моя двоюродная сестра Екатерина, стоит русская земля. Российская глубинка. Высится, как на дубовых подпорках, крепко, надежно. В многодетной небогатой семье она старшая, после нее еще четверо. Заурядная семья колхозников. Папа – пьющий тракторист, мама – санитарка в больнице. В школе Катя училась лучше братьев и сестер, хоть и по дому ей, как старшей, больше всех доставалось. После школы поступила в областной техникум. Учеба давалась легко, но не обошлось без голодных обмороков. Помогать студентке семья не имела возможности. Упорная, трудолюбивая девчина не сдавалась. Закончила, вернулась работать в родной колхоз Заветы Ильича бухгалтером. Невдолгое и главным поставили. Вышла замуж за хорошего парня, родила троих ребятишек. Случилась перестройка, следом за ней капитализм. Несколько лет по инерции хозяйство держалось прошлыми заделами. Председатели колхозные менялись, как перчатки, и свои руководили и приезжие назначенцы. Толку от перемены мест слагаемых – ноль. Зеро. Разорялось предприятие год от года. Чему и внешняя ситуация способствовала. Переход от социализма к капитализму. Стабильный форс-мажор, продолжающийся, на мой взгляд, из века в век. За 30 лет только в одном нашем Первомайском районе перестал существовать не один десяток сельхозколлективов. Фатальная статистика режет глаза. Едешь в родную деревню, слезами умываешься. По обеим сторонам дороги, где поля колосились, леса выросли. Лес тоже хорошо. Китайцы лет через 50 спасибо скажут. Но вот колхозы и продовольственная безопасность неужели не важно? Наш колхоз уцелел один из немногих благодаря моей двоюродной сестре Екатерине, взявшей родное предприятие в нежные, но надежные женские руки. Руководит она более четверти века. Давно вышедшую на заслуженный отдых по возрасту пенсионерку колхозники ежегодно на перевыборном собрании уговаривают не бросать их на произвол судьбы и единогласно голосуют за Катю. То же самое просит районное и областное руководство. На сегодняшний день она единственная женщина-председатель колхоза в нашем крае. Сейчас колхоз Завета Ильича вполне устойчивое предприятие. Собирались даже в этом году ферму новую строить. Да не потянули чуток. Кредиты кусаются. Когда Екатерина приняла руководство, колхоз пребывал в крайнем упадке. И поля, и фермы, и техника. Люди спивались, приходилось пешком ходить по полям, потом скакать верхом на жеребце, как в годы коллективизации, ночевать на таку, охраняя первые постперестроечные урожаи. Колхозников партиями от пьянки кодировать и рассчитываться бартером. Чего только не перемогла. Положение постепенно исправлялось. Техника ремонтировалась и обновлялась. От свинофермы пришлось отказаться, и не только от нее. Молочно-товарное направление удалось сохранить, на нем и сконцентрироваться. А значит, и колхоз, и людей сохранить, и несколько входящих в колхозную инфраструктуру деревень уберечь от запустения. Да, все не то, не в том виде, что было 30 лет назад, до перестройки. Но хоть что-то немногое досуществует. На сохранение родного края, не побоюсь показаться высокопарной, моя сестра положила свою жизнь. Такой она энтузиаст, самородок, хранитель земли русской, патриот и оптимист. Да, приходилось ночами не спать, жертвовать здоровьем и временем в ущерб семье. Не помню, чтобы она когда-нибудь отдыхала, путешествовала или просто брала отпуск. Одни сельчане смотрят на нее, как на Бога, другие с завистью. Ко всем без исключения она обращается по имени и отчеству, будь то самый последний, забулдыга или убогий горемыка. Я смотрю на нее и с уважением, и немного с жалостью. В моем понимании, Катя фанат своего дела и родины. Не сомневаюсь, понимаю, на таких людях пока еще русская земля и держится. Держится малыми островками, проплешинами. Где таких людей нет и ничего нет? Не будет моей сестры и деревень, сберегаемых ею, не будет. Зарастет все лесом, уйдет с лица земли в историю. Других перспектив на сегодня не предвидится. Жаль, конечно. Катерина это понимает, но по-другому не может, не умеет, не хочет. Пусть так и будет. Пусть, наконец, все случится не скоро. И пусть случится волшебство, и нашим деревням не будет конца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова